Боншур! Я Александра Бенуа, стилист по макияжу. И сегодня я покажу, как правильно создать новогодний образ в стиле фэшн. Итак, все, что нам понадобится для новогоднего макияжа, это сиящая тональная основа, кремовый хайлайтер, винная помада и бирюзовые тени. Тональную основу мы наносим очень тонким слоем, на эту зону. Татьяна почувствует просто прикосновение кисточке, но не увидит при этом слоя. Следующий этап – нанесение хайлайтера. Небольшое количество при помощи подушечек пальцев я буду наносить на зоны скул. Небольшое количество консилера я смешиваю с хайлайтером и наношу в области вокруг глаз. Небольшое количество кремовых румянах я буду наносить при помощи подушечек пальцев на зону улыбки. Улыбаемся. Оформляем брови. Небольшое количество кремообразной формулы для бровей я буду использовать для коррекции. В области глаз мы будем использовать два вида карандаша. Это бирюзовый и черный. Я покажу, как правильно наносить технику смоки айс. Нанесли достаточно жирную линию карандаша каял. Это специальные карандаши, которые великолепно растушевываются при помощи подушечек пальцев или кисточки. Мы сейчас это продемонстрируем. При помощи бирюзового карандаша мы нанесем небольшое количество на внутренний уголочек глаз. При помощи карандаша черного каяла я проведу по слизистой. Бирюзовый карандаш нанесем чуть ниже. При помощи кисти мы это все растушуем. Небольшое количество цветной рассыпчатой пудры в бирюзовом оттенке добавит изысканности в макияже. Улучшающий эффект внесет кремовый водостойкий пигмент теней для подводки глаз. Первое, что необходимо для правильного нанесения накладных ресниц на свои родные, это, безусловно, понять форму. Мы посмотрим на том, действительно подходят ли нам накладные ресницы или нет. И самое важное, блестки. В новогоднюю ночь очень важно выглядеть ярко и модно. И с вами был я, Александр Бенуа, профессиональный визажист. Паш, сейчас очень быстро.